Привет, друзья! Сегодня у нас пятница, завтра оффроуд. Саня завез гранату, поменяет. Вот это легендарное место старта на Карпатский кордон. Вот там стоит серьезный внедорожник. А тут его пилот, который... 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 пилотирует этот безумный патриот. Сейчас мы к нему зайдем. Как у него тут все красиво. Вот этот человек. Я еду, показываю машину, говорю, сейчас этот маньяк внутри этого бокса находится. Сайт показал на боксе. Все, люди запомнили уже. Сейчас попрут. Сейчас попрут. Просто надо будет второй этаж строить, наверное, с подъемником поднимать туда вторую машину. Да, тут пленочка. Это вам не на рынке, да? Как это называлось, пленка? Да, знаешь, ты меня называл. Ну, давно когда, в 90-е, которая. Как он нас называл? Супер Блэк? Супер Блэк, да, да, я когда-то продавал. Блэк, да, Блэк и Супер Блэк? Да, да, точно, так все и было. Не, а фирма забыл, как называлась. Саковская. Саковская, да. А есть она сейчас? Есть. И что, клеит? Ну, кто хочет подешевле, покупает и сами делает, клеит на рынке, да. Продается. Андрюха, а что это за запчасть лежит? Где? Промпу сейфовала, с УАЗа вал. Суаза вал? Да, отраза. Целый? Да, мне он убитый. Сломал ты? А, что, испортили? Блин, хороший был вал. Ну, не только может Патриот ломать. Сможешь ты затонировать мечту? Есть? Да нет, подожди, под цвет машины пленка. Чего? Ну, зелененькая, как у тебя на УАЗе этот, как он называется? Вылетела, квантрум, да? Квантрум есть? Ну, такое, да, может быть, да. Подойдет сюда? Ну, что, под цвет, да. Бомбейский бомбей. Под цвет чего этого лезет? Комбинированную, да. Заехал, но не зря. Смотрите, какой тридцатый кузов. Е30, кабрик. Редкая машина, даже раньше, а сейчас так вообще. Так, тут город из гаражей сейчас. Спросил, куда ехать. Сейчас мы посмотрим. Логово это. Мы когда-то здесь уже были давно. Логово хорошее. Мы были весной, нет, зимой мы были. В начале года, в общем. Четыре договаривались. На два договаривались. На два договорились? Да ты, нет, то ты меня запутал. А тут Волга стояла раньше, помнишь? Да. Вот это знаменитая Нива. А где этот? А где Саня? Уехал на Волге? Да. Поехал. Точки ставили. Точки ставили? Да. Это табуретка или шут? Какая табуретка интересная. Ничего лишнего. Да. Какой номер? Вован номер, это шедевр, слышишь? Что? Такой вроде кто-то жевал и выплюнул. Это вообще вблизи. Камера не передает, конечно, красоту этого всего номера. Главное, чтобы тебе камеры ничего не передавали. Ну давай. Что давай? Ну дай хоть что-то, хоть моторчик на залупазик. Вон, смотри, вот. Где он? Выбирай. Выбирай. Да не, ну это ты глумишься. Ну чёрт, смотри, радиатор тебе не надо. А вот вилка, смотри. Смотри, сколько бочнет. Где? Вон, что там, ничего не подойдёт тебе? А, я не видел, я думал, ты ведро показываешь. Ну так вон, смотри, сколько помп. А, он в логове внизу, да? Да. Ну что, где это забрали? Так пошли вниз. Так я же не знал, что ты так рано приедешь. Мы же на 3-4 договаривались. На 9. Нет. А где Саня? Блин, испачкал спину, кажется. А фаркоп. Фаркоп намазанный или нет? Нет, фаркоп полоном обматанный, чтобы волны не разнесли. А, где ты, друг мой? Иду к тебе с камерой. Блин, тут экстремальный вход, я с чемоданом. О, так я вовремя приехал. Так, друзья, ты с камерой заходишь. Да, а как? Я же должен запечатлеть ваши счастливые лица. А как ты думал? Привет. Все, Залупас теперь будет этот, Залупаса Нива. Что ты скажешь? Зачем? Надо. Зачем? Надо, я тебе раздатку привез показать. Зачем испортить конструкцию? Наоборот, улучшить надо, надежность увеличить. Хватает на полдня всего. И то не всегда. Чего? Мотора? Коробки. Коробки? Какой? Так, от BMW. Залупаса Нива. Так ты сразу BMW ставишь. Смотри, я думаю, как поставить от BMW. Поставим. Потому что надежности же в Балевской никакой. Ты сразу на шаг вперед можешь. Нет, я коробку тебе отдаю, а ты мне это. А, двигатель, да? Да. Махнемся. Да. Коробка на коробку. Сколько? А, коробка на коробку плюс двигатель в подарок. Нет, двигатель в аренду, да? Двигатель, то слово и договаривайся. А мы с тобой за коробку договаривайся. Слышишь, а где моя миска? Не знаю. Не хватает. Не хватает от дыма. Давай сервиза там. Ты поздно приехал. Тут сервиза, я опоздал. Я спешил и так летел на мечте. И это самое. И сделали специально таким образом, как бы, ванну для масляного насоса, чтобы не получилось, что масляный насос сирен. Макс подбирает новый мотор на залу пас. А, что, усилый, что именно? Я что-то не могу понять. Блок отключения. А? Блок отключения. Смотри. Блок отключения. Блоки покрутить можно? Да. Может. У нас был токок. Похоже, как на небесе. Ого, блок новенький. Шлифанули. Да. Вот сейчас я продолжу. Мы вложимся в 500 долларов. Начинаешь. На том двигателе сделано. 800 сил не будет, но 750 можно. Она ложится у нас вот сюда. Она прижимается. Это типа жигулевская плита, да? Ну, она не жигулевская. Она там вообще своя. Просто она изготовлена. И коленвал, когда он у нас лежит, прикручивается через вот эту вот плиту. Там определенного размера. До соток выведены шайбы, которые у нас придавливают и коленвал, и держат блок, чтобы его не крутануло. Там 250-ка было. Эта штука рассчитана максимум на 150. Без той пластины. Ну, скажем так, да. Без усилителя. Все, кто делают мощные моторы, у всех используются борьбом эти пластины. Вот это и называется эта херня? Эта цементация? Это что-то? Это пластина? И пластина у нас проходит вот так вот. Она соединена. Все завязано, в общем, жестко. Да, оно все связано жестко. И оно держит таким образом коленвал. Это на том латоре. Короче, Макс хочет добиться, чтобы Залупас просто ехал на задних колесах. Да не, я хочу это... Ха-ха, чтобы взлетел. Вован что-то скептически относится к нашему плану. С радостью, наоборот. Передуешь, да, чтобы это, выхлопом... Нет, я думаю, они сюда заливают. Да не, сюда некуда. Куда сюда? Вот сюда. Там вода. Хочется оплажнение, куда будет идти? Что сюда? Это же рубашка вода. Да позвоним, спросим. Куда заливают? Там что-то про цементацию что-то, про цемент написали. Может, это просто высылок такой. Может, да. Слышишь, а что? А что вот это? Типа скрипт туалетовская кулиса. Не в Шевроле. Это штандар. Так это и на Залупас такую можно поставить? Это же она туда куда-то идет дальше, да? Да, она просто отодвигает у нас ручку сюда. А нам же отодвинуть надо же будет аж оттуда, туда у нас отодвинута же ручка. Жигулевская? Ну, будет, да. Сейчас пока. Понял, кулиса есть уже. А на четырехступенчатую подойдет такая кулиса? Да. Ну да, это прикинь. Готовая схема. Стандарт взял, да. У меня вот в Ниве стоит тоже Шевроле, это вот такая кулиса, но она 8-я. Блин, ну какая Нива красивая. Ты видел, какая красивая? Ну, посмотри, как кулиса сделана, потому что торпеда Вектора. Торпеда Вектора и шо? О, так она четенько все. Идеально все. Шкод какой, короткий. Угу. Но это можно добиться, скажем. Так нам тоже же надо, у нас же спортивная машина, елки. Макс, запоминай все. Тут, блин, есть, тут есть что запомнить. Посмотри, что тут творится по периметру. Лодка есть. Копейка. Ходит Вова с бородой. Вова, покажи, что у тебя борода выросла, потому что переживали прошлый. Помнишь летом? Помнишь или нет? Я знаю, что ты ничего не помнишь. Ты утром только меня узнал. Показывал видео с его участием. Макс уже намутил запчасть. Вот он, пошла первая реконструкция, первые детали. Так, сейчас покажу раздатку нашу. С восьмерки кулиса набрали. С восьмерки? Чего это с восьмерки? С восьмерки. Да? А, это та часть, которая будет включать. Ну, в смысле, ручка. А вот наша раздатка. Макс, покажи раздатку нашу. Слышишь, а её... Она стандартная. А че вы её не помыли? Такую привезли, ну шо? Да ты будешь её помыть, слышишь? Смотри, сейчас... Ну, сейчас буду мыть. Да видел тут проблема в чем небольшая? По-моему, там... Руслан. Что, нельзя починить? Руслан, не круто. Да не, иди и посмотрим. Руслан, смотри. Да нет, лучше. Руслан, ну шо ты скажешь, можно починить? Можно. Чуть-чуть пластилина. Только хорошего советского. Изоленты. Слышишь, а скотчем, если вот так по периметру, оно хорошо ляжет. Видишь, ребра для скотча специально. Не, это шо, не надо было? Так не, она постри внутри, зато идеальная вся. Крутится, да? Смотри. Крутится. Крутится, всё. В разные стороны, Руслан. А че в разные? Смотри. Это дифференциал. На молодые условия. Еще 20 секунд, пока была выключена камера, и Вован говорит, могу стартер и генератор подогнать. Рабочий? Конечно. Я тебе говорю, от песка строит там чуть-чуть. А генератор тоже хороший? Я думаю, да. А это твой или шо? Красота. Саня, он уже твои запчасти раздаривает. Это мои запчасти. Да это Саня, наверное. Точно твои? Все, понесли. А это шрус наш или тоже отдаешь? Забирай, забирай, чтоб оно посреди гаража у меня не войдет. И, между прочим, генератор это хороший. Тихо, шо он делает? Так тут же нет переднего привода, шо ты делаешь? Так отличный. Ставишь? Так что тут ставим? Передний привод будет потом. Молодок. Короче, слышишь? Я сегодня монтирую видео. Оно там где-то выкладывается в телефоне. И там Макс одними плоскогубцами залупас починил весь как раз видео. Сначала он чинил бензонасос этими плоскогубцами. Нет, сначала что-то ты другое чинил. Не-не, обычные такие плоскогубцы, причем такие допотопные какие-то у Лени с набора, а старше Лени раза в два, короче, эти плоскогубцы. А Леня же тоже уже не молод. Ну, еще молодой, но еще не настолько. Так, что, забирать, да, это все? Сейчас посмотрим, вдруг там генераторы уже есть. Спасибо. Да подожди, Руслан. Так, сейчас Макс ищет какой-то экшен в телефоне. Говорит, у меня есть мотор V8 в Днепропетровске. Не показывай людям. Да не показываю. Так, Кипр, да. Где? Это я купил новый двигатель. Это Сауди двигатель? Сауди, да. Это который ты в хорошем состоянии купил? Да, да, не битый, не крашеный, видишь? В идеале, двигатель Сауди когда-то он купил. Когда, это на... Ну, то V6 который? Да. Контрактный. На который мы гоняли, там есть видео, как мы по Киеву рассекаем очень быстро. Так, ну-ка сейчас дальше. Какие камеры? У Бородача еще на Константиновской. Бородачом? Миша, Бородача. Камеры вставляете? Да. В какую машину? На Унимо. А, на Унимо? Дальше. Где? На металлоломном по приемке. Ёлки, станки, это же я был токарем. Представляешь, у меня сейчас что творится в душе, когда ты мне это показываешь? Ага, когда-то. Сейчас я покажу, вот смотри какой вертикальный всякий. Так, не показывай, у меня сейчас инфаркт будет. Остановьте. Тебе показать мой диплом обслуживания и наладка остановки? Остановки с числовым программным управлением, у меня есть диплом. Смотри, какой большой. Так, Макс, смотри, встал, не встал, не встал. Смотри, такое? Ты помнишь этот телевизор? А, блин. Руслан. Переключай, я не могу на это смотреть. Минское станкостроительное проезд, да? Так это там, где батька сейчас людей мучает? Акнябрьская революция, ты смотри. Смотри, какой он. Ёлки-палки, это же люди там сейчас на протест вышли на этом заводе. Всё, выключай, я не могу выдержать это. Где двигатель? Двигатель V8. Я пойду. И там мужик, масляные каналы, все пробивал таким шариком. Ну, чтоб типа немножко, знаешь, уплотнение было. Да ты шо, это вообще? Так, я пойду пока грамоты, мне я не могу это выдержать. Я снимал, то давно было и неправда. В общем, кулиса для залупазлика есть, друзья. Придумал уже завод, не надо ничего изобретать будет. И оно будет работать чётко. Вон они все, все грамоты. А это все Красная Нива заработала, Вован? Да. А, тут не только грамоты, фотографии есть. Вот это какой-то известный человек. Нес раздатку только, что нашу. Так, дипломы. Все есть, короче, тут. А вот что-то новое тут стоит, слышишь? А шо это новое здесь? Вот тут много чего нового. А шо с этой машиной? Куда она попала? Двери сняли. Это облегчили типа, или что? Нет, пороги меняли. А, пороги меняли? А, вот точно. Ну, зрение, шо ж, возраст уже. Ты знаешь, шо я старше бородача на год? На бородачу было позавчера 50. Вы видите, наоборот. Наоборот? А вон пороги, да, да. Вы в школу тоже вместе? Нет, бородач в другом классе был. Слышишь, а в Ниве в обычной так амортизаторы? Не так же же стоит? Нет, в Ниве. В Ниве же? А, вот. А, а это по родному в Шевроле? Это завод. Завод, да? Ну, в Ниве уже вот так стоит. В последних, да? Да. Да, ржавеют, да, Шевроле Нивы? Да. Быстро, да? С шестого года. С шестого года. Два порога меняли, блин. Еще и усилитель с этой стороны. Это все. Все сгнило, да? А что, вы и варите тоже? Ну, вот, поменяли эти пороги, наверное, нафиг, короче. Долго и тяжело, да? Да. Ну, как попало, нельзя, а по правильному тяжело. Да, да, это очень долго. А вон там что-то новое, тоже раздатка, да, или что? Передним мостом. То есть раздатка, мост, редуктор новый, да? Да. Тяги рулевые, соленблоки. Короче, тут золотая будет Шевроле Нива. Да, да. Что, ты на залупат что-то несешь? Урувей. Смотри, что-то принес мне еще. Ёхан и бабуши. Тоже продаете? Да. Мне нравится. Больше всего из всего, что здесь я видел, вот эта табуретка. Просто бомба. Вообще ничего лишнего. Так. Слышишь, так это на вторую версию сразу, на два залупа, чтобы было? Это как на твоем вазе. Это крайне мельком. Это целое? Да. В качестве шестерина, как раз и не уверен, что в этом хорошем состоянии. Ну, смотри, там таких люфтов нету. Потрогай, как там все плотненько. Тут износа нету, оно все чуть-чуть. Нет, это фланец открученный. А, фланец открученный. А, фланец открученный, ты напугал. Валу плохо. Возможно, валу плохо. Слышите, я скажу, что на фоне... А, ты уже разобрал. Я тебе скажу, что на фоне качества самой коробки этого луаза, то тут даже в самом убитом состоянии раздатка будет лучше. Плохо, да? А тут, посмотри, тут может лучше. Тут так вроде у нас все. Нет, раздатка сто процентов плохая. Мы ее просто так клиенту не меняли. А, его поменяли? Надо капиталить ее. Да. Почему еще? Нельзя заварить? Нет. Почему? Здесь привалочная плоскость. Как ты ее сваришь. Да? Конечно. Это с двух одну сделать? Это, по крайней мере, можно с этой снять корпус. Угу, я понял. Что, включил, понижайку? Нет. Блокировку? Разблокировал. А, разблокировал. Вот он, где он нашел. Нашел? Нашел, да. Это все время, сколько мы этот... Я Ниву обзор уже сделал. Раздатки почти починили. А Макс все искал, искал. Нашел мотор V8. Да где он лежит у тебя? У Макса есть на родине, короче. Видишь, переделана уже система фильтрации масла. Так это на залупасты хочешь ставить? Ну, конечно. Смотри, сцепление, все есть. Ёханый бабай. Так это новое там все, что ли? Новое. 25 тысяч я в него вложил. 25 тысяч долларов или гривен? Нет, гривен. Гривен? Ну, ладно. Так это дешевле, чем капиталка жигулесного мотора. Так, Вова, все, иди. Не издевайся. Это сильно мало. Когда там осталось... Эту мне хотят продать за полторы тысячи, что ты скажешь? Эту? Да. Нет. Нет? Конечно нет. Отдать обратно. Да? Да. Я понял. Это отпадает, да? Конечно. Проще починить эту, да? За трешку можно... За трешку в идеале можно взять? Да, раздатку можно найти. Хорошую, да? Ну, как, она не совсем хорошая. Может там... Ну, живая, да? Да, но... А, вот еще кронштейн. Это кронштейн третьей точки, он нафиг вообще не нужен. Не нужен? Нет, не нужен. Ну, на Ниве не нужен. А на Залупазе же может... Может быть и пригодится, то есть это... Там же машина серьезная просто там... Здесь крышка тоже заднего убития, болтается подшипник. Полшипник в крышке в самой или сам подшипник может уставшись? Подшипник в крышке. Скорее всего. Ну, обычно на Ниве не ставим двухрядный. Вот туда? Да. А можно переточить, да? Нет, они... А, подходит? А, есть крышка. Кривен стоит. Двухрядный подшипник тоже там не совсем дешевый, но... Поставил и забыл, да? Да, два ряда шарики и иду поставил и забыл. Я понял. Короче, эту отдать назад. Но внутри она же хорошая, наверное, или нет? Можно в основном подарить. Я понял. То есть мне она как... Хорошо. Берем... А, но ее надо вскрыть. Берем все, да, Макс? Стартер с генератором не забыть. Вот эту, да. Ну, это я считаю, что... Здесь как бы корпуса все есть. Кронштейн добавить. Кулисы это тоже можно... А что с кронштейном? Ну, он отломанный стандартно, то есть. Так как и тут, да? Да. А продается кронштейн, да? Или есть б.у.? Новый, херовый, стоит 85 гривен. Заводской, ну, блин, может быть гривен под 300. Я не знаю, блин. Потому что в новых у них во всех пальце болтается. Уже измечается. А, я понял. Сразу. Короче, это не проблема, да. Да. Токарев заказать, чтобы металлы сделать. А не дурак. Да, он же сам корпусом звел. Ну, да. Я уже и турбину нормальную поставил. На ГАЗ-53 турбину... Да он и так умрет еще турбину, если не получится. Академик, этого академика, он уже делал из Зиловских, типа, что сам... Что же не получилось? Ну, мы же, мы же сначала... Пытался с Зиловских сделать, да? С Зиловских, там, мы как раздавали, что-то делали. Короче, академик уже этим путем прошел. Нам не надо повторять его ошибки. Все. Раздатка есть. Стартер, генератор. Тут где-то мотор еще. Сейчас Саня освободится. И найдем мотор еще. А мы там подрегулируем-то. На фоне ты не видел, как там все разбито, блин. Это по сравнению с тем, как сейчас, это новый вообще. Они, когда Lexus будут из него делать, это хороший комплекс. Когда... Издевается. Говорит, когда Lexus будет делать. RX... RX 880? Новый? Попроще. Что, все? Ты ставишь уже? Нет. Ставь сразу, чтобы мы могли включать уже завтра. Потому что мы не той стороной еще поставим. А там уже какой-то и тоже. Макс, генератор со стартером поднеси, чтобы мы не забыли, чтобы они тут лежали в куче все. Так, раздатка есть. Мотор надо. Вован, доставай мотор. Я не знаю. Вот лебедка. Программа точно. Ты видишь, он сам упас поднять. Уже ест. Блин, точно. Саня, что, ехать или поздно? Даже я не буду ехать. Отсюда вывозите наоборот, да? А нет рушных у вас нету? Там где не валяется подушек? Да. Не знаю. Хорошо, подушки новые купим. Или это дорого? Я думаю, что вообще надо тепло от него шауре брать. Это дорого. Сейчас капиталку раздатки будем делать. Понимаешь? Полную. Вова, пошли доставать мотор. Да я не знаю, где мотор. Саня, пошли хоть посмотрим, есть он или нет. Да стоит, стоит. Пошли хоть покажешь. Вырубай. А, чтобы дорогу не запомнили или что? Давай, вырубаю.